Друзья, закончили очередной объект. Осуществляли работы по монтажу принудительной системы вентиляции. Вот здесь вот видно, установлен у нас приточный клапан. На кровле установлены проходные элементы. Круглая труба у нас идет, это оцинкованная металлическая, на кухонную вытяжку. Вторая идет труба прямоугольная. Сверху видно переход с круглой на прямоугольную трубу. Это уже у нас пошла вентиляция, забор грязного воздуха с кухни. Сейчас вам покажу, как выглядят другие магистрали. Вот здесь вот у нас установлен тройник. На крыше установлен проходной элемент с вентилятором. Висит провод и идет фановый стояк. Вот здесь вот у нас переходит на первый этаж. И вот здесь вот мы организовали также забор грязного воздуха. Забор грязного воздуха на кухне. Вот так вот он выглядит. Примыкание к пароизоляции сделали с помощью ленты FlexBand. И, соответственно, идет у нас магистраль. Из металлооцинкованного труба применена. Для подключения к кухонной вытяжки. Здесь вот как раз она будет размещена по центру трубы. Забор грязного воздуха в санузле первого этажа. Вот здесь вот у нас идет фановый стояк. Друзья, сейчас вам расскажу про один нюанс при монтаже приточных клапанов. Первое, что делается. Это делается технологическое отверстие в брусе с помощью сверла Форстнера. Далее устанавливается вот такая вот закладная труба. Идет она в комплекте с приточным клапаном. Ну и, соответственно, нам нужно вот это вот расстояние заполнить между нашим отверстием и между трубой. Заполняется оно сначала монтажной пеной. Далее, для того, чтобы вот этот узел был герметичный, со стороны помещения мы наносим вот такой вот герметик. Стис-Б. Данный герметик является паронепроницаемым. А со стороны улицы наносим уже паропроницаемый герметик. Это Стис-А. Вот такой вот есть нюанс. Далее устанавливаем сам приточный клапан. Крепим о к брусу с помощью саморезов. И устанавливаем крышку клапана. Оба, был вот такой вот щелчок. Щелчок говорит о том, что крышка у нас находится в режиме открытого термостата. К нас попросил исправить кое-какие технологические нарушения, допущенные при устройстве пароизоляции ранее. Сейчас вам покажу нюансы, на что нужно обращать внимание. В деревянном доме обязательно нужно формировать вот такую вот деформационную складку. Для чего она нужна? Вот эта вот складка, она будет компенсировать усадку деревянного конструкции, деревянного дома. Дом будет садиться, складка будет у нас расширяться. И вот в этом месте примыкание останется целым и невредимым. И абсолютно герметичным. Вот, собственно, такой вот небольшой нюанс, но очень важный. Также имеются вот такие вот фронтонные здесь стены. Здесь есть нюанс по примыканию пароизоляции. Как его сделать? Существует несколько способов. Здесь уже пароизоляция была выпрямлена, поэтому для устранения допущенных ошибок есть такой вот неплохой способ. Берем сверло 10 миллиметров, делаем технологическое отверстие вот здесь вот в стыке, заполняем его герметиком. И далее, соответственно, приклеиваем ленту. Таким образом у нас получается абсолютно герметичное примыкание к деревянной конструкции. Вот так вот все выполнили. Выполнили.